РГ публикуют постановление, повышающие порог зарплат для пенсионных взносов. Новости проекта Мосгордума приняла закон об увеличении прожиточного минимума пенсионеров 30 октября 2019 года. В ПФР рассказали о росте пенсии на 18% 30 октября 2019 года. Россияне назвали размер желаемой пенсии 30 октября 2019 года социальные льготы и досуг. Что еще столица делает для старшего поколения 28 октября 2019 года? В ПФР объяснили, кому отказывают в назначении пенсии 26 октября 2019 года. Пенсии по гособеспечению вырастут в 2020 году на 7% 30 сентября 2019 года. Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года. 17 сентября 2019 года ЦБ разрабатывает поправки о запрете и досрочной смены НПФ. 12 сентября 2019 года в Госдуму внесен законопроект о пенсиях работникам СЕЛО. Переехавшим в город 9 сентября 2019 года глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений. 9 сентября 2019 года глава ЦБ не видит готовности к индивидуальному пенсионному капиталу. 6 сентября 2019 года в Кабмине опровергли слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста. 6 сентября 2019 года в Минтруде назвали число работающих пенсионеров. Россия 1 сентября 2019 года Собянин повысил с 1 сентября минимальную пенсию в Москве. 27.08.2019 Собянин одобрил предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям. 21 августа 2019 года Путин поручил исправить норму, лишившую надбавки ряд пенсионеров. 23 июля 2019 года москвичи смогут следить за своей пенсией. В онлайн-режиме 1 июля 2019 года расширен список селян, которым положена прибавка к пенсии. 25 июня 2019 года Кудрин. Индексация пенсии выше инфляции может потребовать средства. ФНБ 13 июня 2019 года Раструд назвал число предпенсионеров, получающих повышенные пособия по безработице 7 июня 2019 года. Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам 30 мая 2019 года. Распотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников. 9 мая 2019 года москвичи предпенсионного возраста смогут пройти профобучение. 16 апреля 2019 года Минтруд предложил рассчитывать пенсии По прогнозам продолжительности жизни 26 марта 2019 года Бюджетный комитет СФ поддержал закон о доиндексации пенсию. 25 марта 2019 года ПФР попросил пенсионеров информировать о своем трудоустройстве. 21 марта 2019 года ветеранам увеличат пенсии. С 1 мая 21 марта 2019 года Кабмин расширил список госуслуг для граждан предпенсионного возраста. 20 марта 2019 года Сафет одобрил закон об алиментах для лиц предпенсионного возраста. 13 марта 2019 года все регионы поддержали законопроект о повышении пенсии. 12 марта 2019 года Госдума отказалась вводить наследование пенсии. 6 марта 2019 года в Госдуме утвердили график рассмотрения законопроекта о повышении пенсии. 5 марта 2019 года Медведев, выплату в рамках перерасчета пенсии, проведут до 1 июля. 28 февраля 2019 года Перерасчет к пенсиям получит до 1 июля более 4 миллионов человек 28.02.2019 Чему учит пенсионеров Пенсионный фонд России 27 февраля 2019 года? Пенсионеры получат доплаты сверхпрожиточного минимума 26 февраля 2019 года. Минтруд предложил новые основания для прекращения выплаты страховых пенсий. 25 февраля 2019 года Госдума не успела рассмотреть законопроект о наследовании пенсии. 21 февраля 2019 года Владимир Путин призвал пересчитать пенсии. 20 февраля 2019 года в Петербурге для предпенсионеров собрались ввести квоты на работу. 13 февраля 2019 года Орешкин. В РФ не предусмотрено новое повышение пенсионного возраста. 13 февраля 2019 года ПФР рассказал, насколько должны вырасти пенсионные накопления. 4 февраля 2019 года пенсионные накопления россиян выросли на 7,2 миллиарда рублей. 22 января 2019 года Минтруд. Случаев незаконного увольнения предпенсионеров в России нет. 15 января 2019 года жители столицы предпенсионного возраста получат льготы по карте москвича. 9 января 2019 года положено ли работающим пенсионерам брать два дня на диспансеризацию. 9 января 2019 года вступил в силу порядок отнесения граждан к категории предпенсионного возраста. 24 января 2019 года опубликована программа форума «Здоровое общество». На пути к цели 80 плюс 24 декабря 2018 года предпенсионерам помогут досвоить новую профессию без потери работы. 13 декабря 2018 года военные пенсионеры будут получать выплаты на карты МИР. 7 декабря 2018 года кому положена сельская прибавка к пенсии. 6 декабря 2018 года в Японии планируют поднять пенсионный возраст. 29 ноября 2018 года Путин подписал закон об изменении расчета взносов на пенсионное страхование. 28 ноября 2018 года Путин подписал закон о бюджете пенсионного фонда. 28 ноября 2018 года Вячеслав Володин. Госдума не уходит из пенсионной повестки. 28.11.2018 Путин. «Пенсии в России будут расти». Это вопрос решенный 28 ноября 2018 года. Софи отодобрил бюджет пенсионного фонда России 23 ноября 2018 года глава ПФР. Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии. 22 ноября 2018 года опрос. Четверть россиян решила тщательнее следить за здоровьем. 21 ноября 2018 года Медведев установил новый размер пособий по безработице. 19 ноября 2018 года названы «Самые лучшие для трудоустройства пенсионеров регионы РФ». 19 ноября 2018 года Софи отодобрил закон о праве парламентариев отказаться от надбавок к пенсии. 27 ноября 2018 года Собянин подписал закон о прожиточном минимуме пенсионеров в Москве. 1 ноября 2018 года Пенсионный фонд предупредил о мошенничестве со страховым свидетельством. 1 ноября 2018 года Путин заявил о грядущем росте военных пенсий на 6% 25 октября 2018 года. Кудрин, правительство выполнит обещание по увеличению размера пенсии 22 октября 2018 года. Прожиточный минимум пенсионеров в Подмосковье вырастет на 4% 18 октября 2018 года. Пенсионеры в Москве назвали желаемую зарплату 10 октября 2018 года. В бюджет заложена прибавка к пенсии для аграриев со стажем от 30 лет. 9 октября 2018 года Госдума поддержала новый порядок расчета добровольных пенсионных взносов. 9 октября 2018 года пакет пенсионных законов официально опубликован 4 октября 2018 года. Законопроект о пенсионном капитале еще не согласован 1 октября 2018 года Медведев. Наша цель – рост пенсии выше инфляции 27 сентября 2018 года. Софиат рассмотрит пенсионный закон на заседании 3 октября 27 сентября 2018 года. Госдума рассмотрит пенсионный законопроект в третьем чтении 27 сентября 26 сентября 2018 года. Индексация пенсии работающим пенсионерам может возобновиться 26.09.2018. Масгордума приняла закон о поддержке людей предпенсионного возраста. 26 сентября 2018 года Госдума одобрила проект о передаче денег коррупционеров в ПФР. 25 сентября 2018 года Роструд готовит программу по переобучению предпенсионеров. 24 сентября 2018 года в Республике Крым сохранили льготы для лиц предпенсионного возраста. 19 сентября 2018 года Удмуртия сохранит предпенсионные льготы. 18 сентября 2018 года конфискованные у коррупционеров средства уйдут на пенсию. 17 сентября 2018 года ЦБРФ оценил влияние пенсионных преобразований на экономику и цены. 15 сентября 2018 года. Профессии с льготным выходом на пенсию будут во всех отраслях. 12 сентября 2018 года работодатели оштрафуют за отказ нанимать людей предпенсионного возраста. 12 сентября 2018 года Медведев призвал не допустить трудовой дискриминации по возрасту. 11 сентября 2018 года Володин. Поправки Путина сделают пенсионный законопроект более социальным. 11 сентября 2018 года Володин поддержал идею отказа депутатов от пенсионных надбавок. 10 сентября 2018 года Голикова рассказала о порядке индексации пенсии. После 2025 года 7 сентября 2018 года депутаты Оренбуржья рассмотрят проект о сохранении льгот пенсионерам. 7 сентября 2018 года прожившая 81 год вместе пара японцев поделилась секретом отношений. 5 сентября 2018 года Поправки о предпенсионных льготах в Подмосковье примут 20 сентября. 4 сентября 2018 года Ученые назвали способ продления жизни с помощью ЕДО. 4 сентября 2018 года В Крыму сохранят региональные льготы для граждан предпенсионного возраста. 4 сентября 2018 года Минтруд озвучил расходы на переобучение россиян предпенсионного возраста. 3 сентября 2018 года Собянин рассказал о льготах для будущих пенсионеров. 03.09.2018 Голикова уточнила, как вырастут пенсии сельских жителей 31 августа 2018 года. Право на досрочную пенсию получат многодетные матери с приемными детьми 31 августа 2018 года. Сбербанк готовит финансовые предложения для российских пенсионеров. 31 августа 2018 года Названа самая полезная диета для пенсионеров. 31 августа 2018 года Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют. С 1 января 31 августа 2018 года СФ обсудит законопроект об ответственности за увольнение предпенсионеров. 31 августа 2018 года Средний размер пенсии в России увеличился на 3,4% 30 августа 2018 года. Песков ответил на опасения бизнеса по работникам предпенсионного возраста. 30 августа 2018 года ОНФ проконтролирует исполнение предложений президента по пенсию. 29 августа 2018 года Володин прокомментировал предложение Путина по пенсиям 29 августа 2018 года. Кудрин. Предложение Путина сбалансирует пенсионный законопроект 29 августа 2018 года. С.А.Ф. Путин руководствовался справедливостью в вопросе пенсии для женщин. 29 августа 2018 года Тапелин рассказал, Когда пенсия достигнет 20 тысяч рублей 29 августа 2018 года Баталина, предложения Путина по пенсионным льготам могут повысить рождаемость. 29 августа 2018 года Медведев поручил подготовить поправки к изменениям в пенсионную систему 29 августа 2018 года ЦБ. Чаще всего вклады в Россию открывают пенсионеры 29 августа 2018 года. 60% продолжающих работать пенсионеров сохраняют свое рабочее место. 20 августа 2018 года пожилые москвичи бесплатно получат специальность билетного кассира. 16 августа 2018 года пенсионеры Подмосковья смогут бесплатно ездить в московском транспорте. 16 августа 2018 года Медведев предложил уголовное наказание за увольнение пожилых работников 10.08.2018. Главной причиной смерти мужчин в Европе и России стала алкоголь. 9 августа 2018 года пенсионеры сбежали из дома престарелых в ФРГ и поехали на рок-концерт. 27 августа 2018 года в России создаются волонтерские центры для активных пожилых людей 23 июля 2018 года. Самым возрастным участником ЕГЭС стал 77-летний мужчина 17 июля 2018 года. В Мездраве рассказали о продолжительности жизни в 2030 году. 6 июля 2018 года самые возрастные владельцы ЛАРА выбирают НИВУ 4 июля 2018 года. Ученые рассказали, до какого возраста может дожить человек 1 июля 2018 года. Минус. Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию. По мере того, как растет облагаемая база для исчисления страховых взносов, увеличивается число пенсионных баллов, которые может за год накопить человек. В 2018 году копилка каждого застрахованного могла пополниться максимум на 8,5 балла. В 2019 году на 9,15 балла. В следующем году на 9,57 балла, а с 2021 года 10 баллов. Чем больше баллов, тем выше будущая пенсия. Также РГЭС публикует постановление об установлении минимального и максимального размеров пособий по безработице. Самое маленькое пособие составит 1,5 тысяч рублей, максимальное 8 тысяч рублей, а для предпенсионеров 11 тысяч 280 рублей. Таким образом, пособия останутся на уровне этого года. Эта статья является комментарием к Постановление правительства Российской Федерации от 7 ноября 2019 года. Н. 1426 год. Москва о размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год. Постановление правительства Российской Федерации от 6 ноября 2019 года. Н. 1407 год. Москва о предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2020 года. Добавьте В избранные источники Комментарии Комментарии